Это одна из немногих выставок, которая сделана по просьбе посетителей. Все эти книги из библиотеки Надежды Константиновны Крупской, жены вождя мирового пролетариата. При жизни она являлась признанным авторитетом в области педагогики. Наши посетители часто нас спрашивали, какие именно книги хранятся в библиотеке Крупской, потому что почти все родители. И тема, как воспитывали человека, какой есть опыт наш советский, российский, мировой. Интересно очень многим. И мы, наконец, пошли навстречу таким пожеланиям. После революции молодая советская Россия стала настоящим полигоном для самых смелых экспериментов в области воспитания и обучения детей. И Крупская активно поощряла такие начинания. Эта такая тема называется практика ориентированности. Крупская говорила о политехнической школе. Она говорила о том, что есть базовые знания в науке, в физике, химии, в математике, с помощью которых уже чуть позже, оладев ими, человек может себя применить в какой-то конкретной специальности. Отсюда у нас химия молока, самолет на уроках математики, математика юного строителя. Но сначала математика и сначала химия. Ведущую роль в становлении образования в России сыграл первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский. Его деятельности также посвящены несколько экспонатов. В самом центре выставки книга Луначарского, она называется «Воспитание нового человека». Потому что, а про что эта система, да, про воспитание, а чем этот новый человек отличается от другого, от того, который был раньше, чем нас тот не устраивает. Тот был индивидуалист, этот будет коллективистом. В ходе поисков облика новой школы активно использовался опыт передовых педагогов со всего мира. Среди них американец Джон Дьюи, итальянка Мария Монте-Сори и советский ученый Антон Макаленко. Очень много методик, очень много учебников, да, очень много поисков ведут сами учителя. И как раз вот это тут тоже отражается, что, видите, у нас и математика живая, да, красная зорька, это вот сразу понятно, что это в деревню, да, букварь пойдет. То есть книги чечения, колхоз и трактор. И все это в развитии, в постоянном. По сути, главное в этой выставке рассказ экскурсовода. Богатая история, связанная с этими книгами. Но и важен ответ на главный вопрос, почему при огромном количестве подходов к образованию именно классическая школа сохранила свои позиции. Постоянно поступали отчеты с мест, что учителя не справляются на уроках хаос. И у детей нет никаких знаний в результате. То есть мы с вами говорили о том, что это все было в Сверутке в 30-х годах, но это не только такая политическая воля Сталина. То есть я не хочу, чтобы была свобода в школе. Результатов не было. Экспозицию, расположенную в музее кабинет и квартира Ленина в Кремле, музее-заповедника Горки-Ленинский, можно посетить ежедневно с 9 до 18 часов, кроме выходных дней. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.